Когда я снимался в этой роли, значит, общался я с футболистами, с ветеранами. Ну как только приходишь в эту среду, стоит голод, какие-то они гэдоты, они калеченные, они больные люди, там, с травами, естественно, которым там, им за 60 уже, такие серьезные, но там такая атмосфера среди них, вот та еще, та футбольная. Думаю, вот, надо же, люди прошли все, и как у них вот осталось такое вот мальчишеское что-то. Футболисты, футболисты. Я так старался просто так соответствовать и напитаться этой атмосферой. А потом, когда выходили на поле, они еще друг-другой там вспоминают какие-то моменты из своей биографии футбольной, хохочут, что-то такое. Интересно, очень интересно. Это целое, конечно, это мир целый. Поэтому, конечно, вот я понимаю, что не зря мой Коля Деев, он футболист был. Вероятно, там что-то было автором, как вы правильно заметили, что такое от каких-то известных футболистов было так надергано. А может, и судьба одного какого-то человека, наверняка. В матче принимает участие сборная команда ветеранов высшей лиги. Капитан команды, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный член сборной команды СССР, чемпион СССР 1961 года Николай Деев. Это приключенческая картина, такая городская, она легкая. Она, конечно, с долей такого лиризма, но зритель должен просто отдыхать на ней по-хорошему, по-хорошему. Потому что интересные, смешные, добрые люди, два друга. Ты понимаешь, не надо навязываться, а надо предлагать, и люди от тебя не будут шарахаться. А ты-то опять шарахаешься, интересно. Ну не шарахаешься, а... Чего ты ерунду говоришь? Относишься как-то с недоверием. Понимаешь, тут самое главное, надо сначала с людьми поздороваться. Многие подходят, говорят, спасибо, спасибо за надежду. Вот что это такое? Спасибо за надежду. Вы дали надежду. Ну это тоже приятно. Но мне бы хотелось вот отклик иметь все-таки у более плотых людей. Потому что там есть чем зацепить. Там и по-человечески, и по характеру есть. Очень хорошая фотография. А где вы фотографировались? В Звездном городке в 62-м году. О, меня тогда еще не было. А я уже давно был. Дядя Коль, вы садитесь за стол, а я сейчас приду. Живет человек один. Как бы влюбился вот в молодую девочку. Предлагает просто ключи. Как бы не претендовал ни на что. Но, а с другой стороны, а почему? А что? Если чувства, появились чувства. Это самое прекрасное. Квартира 92. Подъезд и дом ты знаешь. Одно дело, открыть свою душу. А второе, защитить чуть-чуть, отстоять свою позицию. Такую мужскую, как бы. А почему? Я еще не так стар. Что я не имею права? Что я не имею права хотеть? Мочь? Или кто это сказал? Почему? Потому как он все-таки влюбленный человек. А любовь надо все-таки отстоять. За любовь надо бороться все-таки. Там есть. Есть еще время дополнительное. Есть. Надежда должна быть. Надежда все-таки. Ее больше должно быть.